МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы собрали сегодня только экспертов, тех людей, которым есть что сказать, поделиться своим мнением со всей страной по поводу президентских выборов, того, как они проходили, атмосферы, перспектив развития нашей страны. Но несмотря на то, что мы выходим в необычные для себя студии, у нас проходит телефонное голосование, традиционное, нам важно мнение наших телезрителей. И сегодня мы спрашиваем у вас, что повлияло на ваш выбор. Личность кандидата или же предвыборная программа. Телефоны на ваших экранах, пожалуйста, голосуйте. Нам важно ваше мнение. Ну, а по ходу эксперты будут комментировать, в том числе и ход нашего телефонного голосования. Ну, а начнем мы с мнения наблюдателей. Мы люди белорусы гостеприимные, и нам всегда важно то, как мы позиционируемся в мире, как смотрят на нас со стороны. И я обращаюсь к руководителю Центра избиркома Российской Федерации Владимиру Евгеньевичу Чурову. Владимир Евгеньевич, как по-вашему проходили выборы, какая была атмосфера? Микрофон, если можно передать. Да, вот, пожалуйста, микрофон. Спасибо. Мы наблюдали на Западе, Гродненской и Минской областей. Сморгонь, Ашмяны, Вилейка, Нарыч, Молодечно. И в конце были на закрытом участке воинской части под Минском. На всех участках избирательный процесс был организован в полном соответствии с законодательством республики. Претензии к досрочному голосованию, а мы специально интересовались этим вопросом, поскольку цифры сравнимы с результатами досрочного голосования на выборах в 2012 году президента Соединенных Штатов Америки и сильно превышают цифры досрочного голосования, скажем, в России. Мы интересовались процедурой претензий к досрочному голосованию на тех участках, которые мы посетили, не было. Главное, что во время этого досрочного голосования присутствовали наблюдатели во каждые из пяти дней, и их число, подсчет их числа пришедших досрочно голосовать совпало с числом, объявленным официально на этом участке. Так что серьезных замечаний у нас по тем участкам, на которых мы побывали, тех территориальных комиссий, в которых мы были, нет. И жалоб соответствующих мы от внутренних наблюдателей, от избирателей не получали. Владимир Евгеньевич, ну вы человек с огромным опытом проведения избирательных кампаний. Вот эти постоянные споры вокруг досрочного голосования, надо, не надо, проводить, не проводить. Ваша позиция. Проводить надо, и всем наблюдателям, всем кандидатам надо не лениться и контролировать этот процесс от первой и до последней минуты. Это главный принцип, потому что я считаю, что основное должно быть сделано для удобства избирателя. Избиратель главный человек на выборах, важнее и кандидатов, важнее и наблюдателей, и все должно быть сделано для его удобства. Я считаю, что если ему удобно голосовать досрочно, если ему удобно голосовать дома, ему нужно предоставить такую возможность под строгим контролем соблюдения всех процедур. Да, и в нашу страну приехали наблюдатели из самых разных стран, от самых разных организаций. Я обращаюсь к Марку Базылеву, фонд «Духовная дипломатия» Соединенные Штаты Америки. Какова оппозиция ваша? Вы тоже посетили сразу несколько участков. Что вы можете сказать? Надо прямо сказать, что впечатление оставляет процесс выборов очень хороший. Но нужно отметить также, что нельзя эти выборы рассматривать вне контекста того, что происходит сейчас в мире, в регионе и вообще вокруг Беларуси. И я думаю, что активность, которую мы видели на выборах, и меня очень приятно удивила активность молодежи, которые приходили, и я специально спрашивал у них, разговаривал с ними, были многие, кто участвовали в выборах первый раз. Мне кажется, что это еще раз подчеркивает правильность той позиции, которую сегодня заняла Беларусь, и той роли, которую она стала играть в регионе и, в общем, в мире. И я очень рад, что это все является небольшим, но все-таки значительным шагом в улучшении отношений. Это геополитический, тем не менее, контекст. А вот атмосфера людей. Вы говорите, приходило много молодежи. Но, может, их кто-то подгонял приходить на участки, или это был порыв гражданский? Я думаю, что это был действительно, вот как многие вещи делаются. Многие вещи иногда делаются как-то вот по уму, по расчету, а некоторые делаются душевно и вот как-то вот по зову сердца. Я сегодня увидел практически всех, кто это делал, естественно, по-настоящему, просто вот от души. И я был этому очень рад. Да, спасибо, Марк. Рядом с вами буквально мы очень благодарны, что к нам пришел в эту студию. Посол Сербии Велько Кувачевич, господин Кувачевич, ваши отношения. Вы посетили какие-то участки, либо наблюдали за избирательной кампанией по телевизору, в газетах? Конечно, я посетил, может быть, приблизительно 10 участков здесь, в Минске, в центре города и партизанском районе. И все, что я видел, не только как посол, тоже как политический обозреватель, все было спокойно, стабильно. И добавил бы еще только одну вещь, что Беларусь или народ Беларуси внес какой-то особенный вклад в этих выборах. Это была атмосфера праздника. И с этим я поздравляю дружественную Беларусь. Мы, наверное, можем присоединиться к этим поздравлениям господина Кувачевича. Но, тем не менее, вы говорите спокойно. Но кто-то говорил, что компания была скучной, может быть, неинтересной, ждали каких-то всплесков. Вот если сравнить с тем, как проходят выборы в вашей стране, какую оценку вы можете дать? У каждой страны, знаете, свои, я бы сказал, обечеи и так далее. Я уже заметил, что касается здесь выборов и в общей атмосфере в Минске, здесь какое-то шоу, так называемое, шоу не пройдет. А надо вообще-то шоу, чтобы выборы превращались в шоу? Конечно, нет. Ну, надо быть серьезным, чтобы правильно выбрал и кандидата, и его программу. Да, Тенгиз, мой коллега Тенгиз Думбад заступает. Хочу обратиться, наверное, ко всей студии. Давайте поприветствуем нашего уважаемого гостя, посла. Все-таки это наш братский народ. Мы недавно были в Сербии, и мы видели, как ваш народ переживает за нас. И вы, наверное, тоже через экран увидели, как белорусы относятся к Сербии. Давайте поприветствуем нашего гостя. Тем более, если говорили об атмосфере праздника, Тенгиз, все-таки я тоже был сегодня на избирательном участке, и могу подтвердить, что атмосфера была приподнятая. Есть еще у нас гость из Балкана, Захарий Захарьев, Болгария. Я прошу передать микрофон. Господин Захарьев, Тенгиз, если можно, да. Спасибо. А ваш конкретный вопрос ко мне? Ну, опять-таки, атмосфера. Вы посетили различные участки, общались с людьми. Все говорят о том, что не было нарушений, все говорят о том, что волеизъявления было свободно. Может быть, вы что-то нашли, что вас не устроило, возникли вопросы? Знаете, очень трудно что-то новое сказать, потому что то, что говорили, прежде говорящие, это и мое личное впечатление. Я здесь бывал несколько раз и по линии ОБСЕ, и по линии болгарского парламента, и как независимый наблюдатель в тот раз. Но должен сказать, что всегда чувствовалось именно чувство праздника вокруг этого. И, по-моему, самое важное в этом деле то, что нарастает самочувствие граждан Белоруссии как представителей самостоятельной нации. То есть повышается уровень национальной ответственности и уровень ощущения собственного государства здесь у вас, Белоруссии. Я думаю, что это растет в гражданском самосознании. Знаете, гражданское самосознание было и во времена Советского Союза. Но здесь мы уже сталкиваемся с новым чувством отношения к новому государству как собственное государство. Не как федеративное, как собственное национальное государство. И, по-моему, это дает очень сильный толчок по отношению энтузиазма людей и то чувство праздника, насчет которого все мы тоже говорили. Кстати, о росте самосознания мы сегодня пригласили в студию спортсмена, хоккеиста, представителя хоккейного клуба «Юность» Даниэля Корса. Он канадец, который принял гражданство Белоруссии и голосовал на этих выборах впервые, на президентских выборах. Даниэль, нам поможет его жена Виктория Корса. Добрый вечер. Добрый вечер. С какими впечатлениями? Это были первые выборы нового гражданина Республики Беларусь Даниэля Корса. Да. Он очень счастлив, что смог проголосовать. Он впервые голосовал. Для него это было очень важно проголосовать, потому что это будущее его семьи, будущего его малыша. Он очень счастлив, что на выборах победил Александр Лукашенко. Мы еще не знаем, кто победил на выборах, итоги только подводят. Мы будем говорить сегодня буквально через несколько минут об экзит-полах, пока это ощущение самого Даниэля Корса, тем не менее. Да, он хотел бы, чтобы он победил, потому что он знает... Там нам как позволяет? Уже участки закрылись, да, вроде бы мы можем такие мнения высказывать. В целом это в рамках закона, да. Да, он хотел бы, конечно, чтобы победил Александр Григорьевич, потому что для него очень важно. Он знает его, как четыре года находясь здесь, и он за стабильность. Ну, я думаю, мы все за стабильность. Но тем не менее, Даниэль, вам вопрос. Вы наверняка принимали участие в избирательных кампаниях, голосовали, по крайней мере, у себя в Канаде. Вот если сравнить процесс избирательный там и здесь, в чем принципиальные отличия или все схожие? Он не голосовал в Канаде. Вот так. А почему? 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 Потому что Канада, это совершенно все по-другому. Не президент там решает все. Там решает народ больше. То есть там другая система власти. Там совершенно другая система. Ну, в принципе, вообще-то Канаду возглавляет, насколько я помню, британская королева, формально которую представляет генерал-губернатор. Там другая система власти. Тем не менее, спасибо. Мы приветствуем нового гражданина Беларуси, Даниэля Корца. И желаем благополучного прибавления в вашем семействе. Спасибо. И вопрос доктору Бахмайеру, политологу. С вашей точки зрения, здесь все время говорят о том, что выборы – это праздник. Но все-таки выборы – это достаточно сложная политическая процедура. Они должны быть больше праздником или вот точной, скучной, скрупулезной, по-немецки организованной процедурой? У меня сильное впечатление, что выборы в Беларуси действительно были отлично организованы. Но в то же время они – это мое чувство – праздник. Праздник народа. Везде, где я был, в участках, был концерт, музыка, танцы, торговля. Но как вы считаете, это совместимо концерт, музыка, танцы, торговля и выборы? Да, почему нет? У меня было хорошее впечатление, и это было очень-очень хорошо смотреть на это для меня. Ну что ж, отлично. У нас еще есть мнение накануне нашей программы. Корреспонденты спросили у депутата Государственной Думы Леонида Слуцкого, который тоже приехал как наблюдатель на наши выборы. Что он думает, как он оценивает ход избирательной кампании? Давайте посмотрим, что отвечал депутат Государственной Думы. В политике и в избирательном праве, как в спорте, мы находимся в здании Института физической культуры. Нужно сравнивать себя не с кем-то, а с самим собой несколько лет назад. И если сравниваешь эти президентские выборы с предыдущими, президентскими и парламентскими выборами здесь, в Республике Беларусь, налицо позитивное изменение как в избирательном праве, так и непосредственно в практике организации участковых избирательных комиссий. Все очень приятно для тех, кто приходит голосовать, для работы тех, кто работает в составе избирательных комиссий. Должен сразу сказать, что интересен характер, например, проведения предвыборных митингов, демонстраций, характер заявительный. То есть нужно только сделать заявление, и территориальный орган управления в данном случае не может каким-то образом отказать. Это очень демократично, это очень прогрессивно. И многие составляющие избирательного права Республики Беларусь могут служить флагманом для избирательных систем многих стран постсоветского пространства. Да, это было мнение Леонида Слуцкого. Но, как видим, наблюдатели все достаточно позитивно оценивают ход избирательной кампании. И сам день выборов только проходило досрочное голосование. Но давайте обратимся, тем не менее, к нашим политологам, уже белорусским, спросим их мнение. Юрий Шевцов, известный политический аналитик, ваша оценка, что, может быть, принципиально отличалось в ходе именно этой избирательной кампании, с вашей точки зрения? Впервые за все время независимости Беларуси радикальная оппозиция не играла никакой политической роли, никак не была заметна в ходе выборов. Понятно почему. Она лишилась внешней поддержки. И ее реальный вес стал очевиден. Ну хорошо, но радикальная оппозиция. Но ведь это люди, которые тоже представляют какой-то спектр общественного мнения, тем не менее. И вы говорите, они не играли никакой роли. Ну вот такое о них мнение. То есть народ их не поддержит. Они стали частью некой маргинальной среды, насколько я понимаю. Да. Это были выборы, пожалуй, впервые спокойные. У нас не было ни информационных каких-то взрывов, ни каких-то внешних вторжений в наше политическое пространство. Даже оппозиционные кандидаты, они были скорее центристами, чем радикалами. Но это означает, что был представлен разный спектр мнений, общественных идеологий, то есть то, что думает общество. Был ли у гражданина выбор, когда он приходил на избирательный участок? Да, это отражает состояние нашего общества. Все это украинский кризис, он отразился на обществе. И общество очень опасается любой политической радикальности. Отсюда такая ситуация. Да, спасибо Юрию Шевцову. К нам, я хочу сказать для наших телезрителей, что в ходе программы какие-то из экспертов будут приходить, кто-то нам будет присоединяться. Сейчас к нам присоединились два кандидата в президенты Республики Беларусь. Это Сергей Васильевич Гайдукевич и Николай Дмитриевич Улахович. Мы вас приветствуем, сейчас предоставим слово. Но для начала я бы хотел обратиться к социологу, руководителю социологического агентства «Евразийский барометр» Кристиану Хепферу, который проводил экзит-полы на избирательных участках для того, чтобы он еще раз озвучил полученные результаты, поскольку примерно чуть больше часа назад они уже были озвучены в эфире программы «Контур» на телеканале ОНТ. Господин Хепфер, вам слово. Какие результаты? Спасибо большое. Я очень рад, что здесь, в вашем интересном событии. Добрый вечер. Господин Хепфер очень рад присутствовать здесь. Он подтверждает, что Институт сравнительных социальных исследований «Евразийский барометр» проводил сегодня в Республике Беларусь экзит-пол. И в общей сложности было опрошено 11 896 респондентов на выходе из избирательных участков. И результаты следуют в следующем году. И результаты следуют в следующем году. И результаты следуют в следующем году. Position 1, Александр Лукасенко, 80.30%. Татяна Карачевич, 5.60%. Position 3, Сергей Гайдучевич, 5.10%. Position 4, Николай Улакович, 1.90%. Мы также спросили, кто voted against all candidates. Согласно результатам экзит-пола, ответы респондентов распределились следующим образом. Первое место занял Александр Лукашенко с 80,3%. Второе место занял Татьяна Караткевич с 5,6%. Третье место занял Сергей Гайдукевич с 5,1%. Четвертое место занял Николай Улакович с 1,9%. И пятая позиция была позиция против всех кандидатов. Ее отметили 7,1% респондентов. Кстати, когда я слышал в английском исполнение эти результаты, мне чем-то напомнили спортивные соревнования, когда расставляют оценки. Но, тем не менее, президентский выбор – это спортивные соревнования в каком-то смысле в политике. Сергей Васильевич, Николай Дмитриевич, как вы относитесь к данным экзит-полу? Микрофон возьмите, если можно. Ну, это уже я сегодня третий экзит-пол слышу. Первый экзит-пол я слышал, что у меня 4,8%. Татьяна Короткевич, 4,1%, по-моему. Да, три агентства проводили, там данные отличаются. Данные отличаются. Поэтому я как отношусь? Я отношусь очень прагматично к этому. Вопрос заключается в том, что я сегодня утром говорил о данных, которые мы получили по предварительному голосованию с областей. Там везде вырисовывается один важный вопрос, что действующий президент выиграл. Ну, вот это для нас было совершенно очевидно и совершенно понятно. Так и было при предвыборной кампании. Ну, а что касается сейчас, чем закончатся результаты, кто на втором месте, кто на третьем месте. Ну, я думаю, к вечеру или завтра утром будет объявлено. Но, в принципе, роли для государства это огромный большой не решает. Это уже, как говорится, личные интересы кандидатов в президенты. Самое главное, что выборы прошли. Самое главное, что люди услышали, что они пришли на избирательные участки. И очень я рад и считаю, что и мой вклад в этом есть, что так много людей пришло на избирательные участки. Для меня это праздник, как и для любого человека. Сергей Ильич, ну, а как вы относитесь к победе фаворита гонки, то, что показывают экзитполы? К победе, возможно, победе Александра Лукашенко? Ну, как? Я вообще-то говорил перед началом президентских выборов, что фаворит и лидер на этой гонке – это действующий президент. И ставил перед собой задачу бороться с ним. Поэтому я думаю, что для меня и ни для кого, для политиков, для людей, которые объективно смотрят на вещи, это нормально. Я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой. То есть вы поздравляете Александра Лукашенко с победой? Конечно, конечно. Я это делаю уже второй раз. Я только что это сделал на другом белорусском канале и говорю это совершенно... Не знаю, может быть, вы лично позвонили, поэтому это отчиняю. Да, да, да. Конечно, конечно. Я с удовольствием поздравил. И это правильно. Почему? Потому что мы едины должны быть. И факт в том, что самое главное для нашей страны – сильная Беларусь, суверенная, демократическая. Самое главное, чтобы мирное небо над головой было. Люди выбрали этот путь. И спросим у вашего коллеги Николая Дмитриевича Улаховича. Получается, вы заняли четвертое место среди кандидатов, если не считать против всех. Я считаю, что меня совершенно не волнует, какое место я занял. Я считаю, что для меня это тоже праздник выборы. Это всегда был праздником для нашего народа. И считаю то, что победил патриот, я имею в виду действующий президент Александр Григорьевич, для нашей партии это огромная заслуга. Мы тоже патриоты. И мы всегда поддерживали его. И сегодня я присоединяюсь к своим товарищам, коллегам, конкурентам действующего президента, с его убедительной победой. И тоже хочу поздравить с этой победой нашего. Ну что ж, это было мнение кандидатов в президенты. Мы продолжим обсуждать эту тему. Но сейчас с нами на прямой связи из информационного центра, Центра избиркома Беларуси, наша коллега Светлана Кнутова. Светлана, вы нас слышите? Да, я вас слышу. Может быть, вы поделитесь с нами свежей информацией, что сейчас происходит в Центральной избирательной комиссии, какие новости? Но могу сказать, что здесь, в информационном центре, все в ожидании. Выборы состоялись, причем с высокой явкой, более 80%, но сейчас всех интересует главное, кто стал победителем избирательной гонки и возглавит страну в ближайшие пять лет. Однако информация поступает не так быстро, как нам хотелось бы. Подсчет голосов процесс ответственный, требующий времени. Поэтому пока мы можем апеллировать лишь результатами экзит-полов. Но о них вы в студии уже говорили. Однако уже известны итоги голосования на закрытых участках. Там победу одержал Александр Лукашенко. За него проголосовали 89% избирателей. Ну а сейчас мы все здесь с нетерпением ждем очередной пресс-конференции Лидии Ермошиной, которая представит предварительные итоги выборов. Произойдет это, вероятнее всего, ближе к полуночи. Вообще сегодня был непростой, но очень информационно насыщенный день. Здесь в инфоцентре было много, можно увидеть не только моих коллег-журналистов, но и наблюдателей, экспертов, а также социологов. Все они отмечали высокий уровень организации, открытости и прозрачности компании на всех ее этапах. И то, что белорусы показали себя на этих выборах как консолидированная нация. Я же напомню, что за выборами президента наблюдали более 900 международных экспертов. Самая многочисленная миссия СНГ, в ее состав вошли 383 наблюдателя из 9 стран Содружества. Свою оценку миссия СНГ официально представит уже завтра утром на пресс-конференции здесь, в информационном центре. Ожидаются также пресс-конференции и других миссий. К этому времени наблюдатели уже покинули инфоцентр, чтобы подготовиться к завтрашней встрече с журналистами. Ну а мы, повторю, ждем выхода Лидии Ермошиной. Вадим. Да, Светлана, спасибо. Держите нас в курсе. Если будет что-то происходить новое, вы обязательно выйдете с нами на связь. Это была Светлана Кнутова из информационного центра Центра избиркома. У нас выступали два кандидата в президенты. И присутствует также один из руководителей предвыборной кампании Александра Лукашенко. Это Марьяна Щеткина. Марьяна Акиндиновна, ваша оценка данных экзитполов и того, что сказали Сергей Гадукевич и Николай Олахович? Для нас это, честно говоря, не очень удивительно, такие результаты, потому что 30 доверенных лиц провели более тысячи встреч непосредственно с людьми. И мы их анализировали, и мы знали мнение людей. Но, вы знаете, самое главное в этой кампании, на наш взгляд, это все-таки работа избирательных штабов, агитационная работа, которая велась очень корректно и с уважением ко всем кандидатам. И, конечно, еще что очень важно, это действительно ответственность каждого человека и вот эта консолидация общества. Но на самом деле даже то, на что обращали внимание люди на встречах, они говорили, что мы хотим выразить свое собственное мнение, свою собственную позицию, нам не все равно, и мы все отвечаем за нашу страну. Мы знаем, чего мы хотим, и мы понимаем, как многого мы достигли. Поэтому, вот, как представитель штаба, я хочу просто сказать еще раз о том, что, наверное, сегодня общий праздник, и мы всех должны поздравить с тем, что действительно мы показали о том, что мы одна страна, мы один народ, и мы вместе. Марьяна Кендиновна, спасибо. Я думаю, еще будет возможность высказаться. Илья Колосов, мой коллега, ведущий Контуров, берет слово, да, Илья. Пока у нас есть возможность задать вопросы кандидатам в президенты. Я только что в течение предыдущего часа представлял результаты экзит-пола, да, мы все их видели, три действительно социологических института их проводили, разные данные, как говорят кандидаты. Я напомню, что это был институт социологии, Белорусский комитет молодежных организаций и австрийская организация Евразийский барометр. Значит, по кандидатам разные данные, но ни один из институтов не дал менее 80% Фальсан Григорьевичу Лукашенко. У нас только что здесь сидел хоккеист, говоря хоккейным языком, он просто закатал в площадку кандидатов остальных. Господа, в чем вы недоработали, в чем вы видите свою ошибку, почему так вы проиграли? Почему вас закатали, если так говорить? Передайте микрофон, если можно, Сергею Васильевичу Николаю Дмитриевичу. Да, спасибо, Сергей Васильевич, есть микрофон. Сергей Васильевич, вот, вот, пожалуйста. Вы знаете, я бы вот слово закатали, не стал бы портить праздник, понимаете, вот закатал, не закатал. Наверное, президент так не считает, что он кого-то закатывал. Шла предвыборная кампания. Кампания шла на фоне событий тех, которые происходят вокруг нас. Поэтому совершенно естественно люди делали выбор для того, чтобы продолжить мирное и спокойное развитие Республики Беларусь. А что мы доработали, не доработали, это, знаете, вопрос какой-то аллергический совершенно. Я считаю, что выборы прошли дружно. Очень правильно сказала представитель штаба Александра Григорьевича. Выборы были... Прямо четко, да. Да, я, конечно, ее знаю, прекрасно знаю. Значит, дело в том, что выборы шли корректно, выборы шли спокойно, выборы шли понаправленно. На самом деле мы все были едины в этом мнении. Никто не делал никаких резких заявлений и не старался что-то делать. Мы выступали честно, выступали открыто, выступали на телевидении, ездили. У нас тоже было огромное количество людей. Мы провели огромное количество пикетов. Вы не считаете себя проигравшими, я так правильно понял? Конечно, нет. Да, и готов взять слово Владимир Чуров, и мы предоставим потом Николаю. Раз уж вы меня посадили рядом с двумя кандидатами президенты, я выскажу глубочайшее уважение к ним, к их участию в избирательной кампании, как и к другим участникам избирательного процесса. И хотел бы обратить внимание, что 4-5% полученных в ходе этого голосования могут сыграть важную роль в следующих выборах в национальное собрание и дают определенные шансы на прохождение в парламент. Для этого нужно будет, правда, тщательно изучить распределение голосов по регионам, соответствующие провести работу. Но мне кажется, что это дает неплохие шансы, и ни в коей мере нельзя пренебрежительно относиться к этим результатам. Владимир Евгеньевич, это очень важный акцент, поскольку фактически сегодня начинается новая избирательная кампания уже в парламент, в палату представителей национального собрания. Николай Дмитриевич, вам слово. Вы же привыкли всегда быть победителем. Это была честная борьба. Я в этом деле новичок. Я доволен своими результатами. Я считаю, что они были для меня ожидаемыми. Надеюсь, что в парламентской борьбе я буду принимать участие, и тогда мы поспорим. Да, и снова обращаюсь к наблюдателям. У нас здесь возникли разные мнения. Руфат Гулиев, представитель нашего сообщества СНГ, Ваша оценка, в том числе результатов, которые были озвучены по экзит-полам. Я бы хотел немножко эмоциональную сторону отметить. Мы были с утра в центре Минска. Далее мы посетили около 9 или 10 участков Минской области. Вы знаете, я очень изумился, когда я видел, как 90-95-летний пенсионер, вот в буквальном смысле шатаясь, вот так вот, его внук пытается поддержать, а он сам по перилам вот так вот поднимается, и он его отталкивает. Говорит, я сам должен пойти проголосовать. Такое мы наблюдали, кстати, на нескольких участках. Это больше мне запомнилось. То есть эти люди могли бы пригласить, чтобы к ним занесли эти урны. Они могли бы так проголосовать, но то, что они хотят выполнить свой патриотический долг, долг гражданина Беларуси, это действительно потрясло нас всех, нашу делегацию. В целом проходило очень на высоком уровне. Я хочу тоже подтвердить высокую организацию выборов. Приветливость людей, действительно, праздник был, четкая организация. Это действительно на высоте. Спасибо, господин Гулиев. Я, кстати, напоминаю, у нас зашел вопрос о следующей избирательной кампании, что у нас сейчас проходит телефонное голосование, и его тема, что повлияло на ваш выбор, личность кандидата или предвыборная программа. Телефон на ваших экранах, пожалуйста, голосуйте, нам действительно важно ваше мнение. И у нас есть еще один эксперт, доктор Ханс Петер Майер. Вам вопрос. Вот это результат, который показали экзитполы, что против всех проголосовало больше людей, чем за кого-то из альтернативных Александра Лукашенко кандидатов. Что это означает, вот это голосование против всех? Я, кстати, я обрабатывал, это экзитполы-модел, как это работает, методически. Это моя Hauptaufгabe. Я обрабатывал и обрабатывал, что это было в Минске, Могилев и Гомел. Мне было высокое честь, провести контроль над тем, как экзитпол в таких регионах, в таких областях, как Могилевская, Гомельская и Минская. Если подытожить то, что я увидел, то я хочу сказать следующее. На мне, как представитель, который приехал из Руббика, Было важно преследить, насколько четко и точно выполнялись методические указания по приведению EXIT-POLа. Если быть кратким, то я хотел бы сказать, что все проходило четко, без звучка, что называется из-за доринки. Модель EXIT-POLа, которая проводилась здесь в белорусском регионе, она достаточно сложная, но в то же время она очень и очень убедительная, более чем убедительная. Я должен подчеркнуть, что все проходило с полным соответствием с законодательством, и эта модель сработала на все 100. Она была прозрачная, четкая и корректная. Если господин Майер позволит, я бы попросил еще прокомментировать как раз модель проведения EXIT-POLа нашего, наверное, одного из самых авторитетных социологов, доктора и профессора Давида Ротмана. И, пожалуйста, вы видите на экран те данные EXIT-POLа, которые, если можно микрофон передать, которые получились. Вот мы видим, да, по данным Евразийского барометра, Института социологии, Белорусского комитета молодежных организаций. Давид Генрихович, насколько мы можем доверять EXIT-POL, насколько это действительно достоверная модель изучения общественного мнения? Мы можем доверять EXIT-POL, которые проводились профессиональными организациями в первую очередь. Должны были соблюдаться абсолютно все требования, и это требования не только чисто такие технико-теоретические, но и, главное, методические и методологические. Обязательно нужно было, чтобы как минимум пять элементов случайности отбора респондентов соблюдались. Я не буду здесь это рассказывать, естественно, это технология профессиональная. И наблюдатели должны были следить именно за соблюдением вот этих вот методических подходов и методических решений. Хочу подчеркнуть, что на нашем белорусском пространстве наблюдение за EXIT-POL за все наши годы проводилось впервые, и это очень и очень важно. Хорошо. Давид Генрихович, вам вопрос. Почему настолько отличаются данные от евразийского барометра, мы видим, за президента 80,3, и Белорусский комитет молодежных организаций 84, и Институт социологии 82? То есть колебания 2,4%. Социология это принимает? Хочу вам сказать по секрету, что это не колебание для социологии. Плюс-минус 5% считается ошибкой совершенно, да, погрешностью, не принимаемой во внимание в таких случаях. То есть это приемлемый результат? Абсолютно приемлемый результат. Нормальный результат. И мы продолжим наше обсуждение в студии. Я вижу такое оживление здесь среди экспертов. После того, как услышим еще одного известного политолога из Москвы Андрея Пелько, давайте посмотрим, как он оценивает ход белорусской избирательной кампании. Организуется по современным демократическим стандартам, и никаких нарушений пока не выявлено, насколько я знаю. Можно положительно охарактеризовать, потому что выбор – это очень важный рубеж в политической истории каждого государства. Я думаю, что Белоруссия его пройдет достойно. Что касается предсказуемости, ну, если есть явный фаворит, нарочно же не сделаешь его не таковым, да. Если действительно большинство населения, понятно, симпатию выражает к фавориту, ну, это так складывается внутриполитическая обстановка. В этом нет ничего страшного. На самом деле, кто как ведет себя каждый кандидат президента, это его личное дело, как он строит свою избирательную кампанию. В общем, задача государственного аппарата здесь – обеспечить всем равные возможности. Кто-то хочет принимать участие в теледебатах, кто-то не хочет. Каких-то противоречий в этом нет. Вот в России, если сравнивать, да, в свое время тоже были случаи, когда кандидаты отказывались от участия в теледебатах, и это их личное дело. То есть они могут воспользоваться этой опцией, могут не воспользоваться. Что касается того, были ли обеспечены равные условия для всех, то да, были обеспечены потенциально равные условия для проведения избирательной кампании для всех кандидатов. Это было мнение из Москвы Андрея Пелько, но на студии присутствует еще один представитель Российской Федерации, это депутат Государственной Думы Алексей Казаков. Алексей Валерьевич, ваша оценка, вы один день наблюдали за выборами или некое продолжительное время здесь присутствовали? Если можно, передать микрофон, да, спасибо. Добрый вечер, коллеги. Да, да, говорите. Да, я считаю, что выборы проходили открыто, хорошо. Я сегодня посетил 8 избирательных участков. В глаза бросалась доброжелательность, высокая явка, большое количество людей, которые идут. Вообще выборы, на которых решение принимается более чем 50% жителей страны, это выборы с высокой легитимностью. Когда высокая явка, тогда можно уверенно говорить о высокой легитимности. И что меня еще удивило, молодой человек со сломанной ногой на костылях считал важным для себя проголосовать. 90-летняя бабушка, то есть это такое было общее единое движение. И второе, на что хочу обратить внимание, коллег и оппозиции. Сегодня понятно, что оппозиционное движение не имеет высоких процентов, но кандидат против всех вполне релевантен и набирает больше, чем любая из присутствующих здесь оппозиций. Следовательно, запрос незначительный, маленький на оппозиционность есть. Выборы были открыты, прозрачны. Была дана возможность высказаться всем и тем, кто против всех в том числе. И мы можем сказать, что они достаточно легитимны и демократичны. Это мое личное мнение. Да, и вопрос вашей коллеги Галини Васильевне Филиппович, депутату национального парламента. Ну, во-первых, вы готовы к конкуренции, вот как здесь заявил Владимир Чуров, с новыми кандидатами на места в белорусском парламенте от Либерально-демократической партии и Белорусско-патриотической партии? Я хотела бы сказать, что вообще, наверное, победа всей нашей избирательной системы сегодня здесь отмечается. И ключевое слово в этом – прямое голосование. Это не только позволяет нашим людям свои права и обязанности как гражданину исполнить, но и, наверное, осознать себя как самодостаточной личностью. Мне бы хотелось еще сказать, что дню выборов, во-первых, предшествовал очень откровенный в течение месяца разговор с народом о том, что людей волнует, то, что их беспокоит. И вот этот откровенный разговор напрямую, без всякого приукрашения, сегодня, наверное, отразился настроением на избирательных участках, потому что не осталось открытых вопросов, не осталось непонятой какой-то ситуации. Но, тем не менее, вот достаточно убедительный результат, как все здесь говорили, поздравляли Сергея Васильевича и Николая Дмитриевича, хотя они на выборах, как показывают экзитполы, видимо, не победили. Тем не менее, они вполне возможно достаточно активное участие примут в следующей парламентской кампании. Это будет уже другой белорусский парламент. Вы к этому готовы? Я думаю, что мы, как граждане Республики Беларусь, всегда готовы ко всем хорошим делам на благо нашего государства и нашей страны. Вот в отношении наших героев здесь мне бы хотелось сказать, что, наверное, впервые за все выборы, которые у нас прошли в стране, мы отмели непонятные лозунги. Ну, вот мое личное мнение, до этого мы голосовали всегда только за одного кандидата. Это был Александр Григорьевич Лукашенко, потому что речь шла только о нем. Все, что хорошо, это был президент Лукашенко. Были и другие достаточно активные кандидаты, оппозиционные, на выборах первого года, на выборах шестого и десятого. Нет, вы меня не поняли. Но о чем они говорили? Они говорили о том, что плохо сделал Лукашенко. Но опять же, все равно был Лукашенко. В нынешней кампании мы увидели не только новые лица, мы услышали новые программы, мы услышали новые видения и подходов. Это действительно была самодостаточная избирательная кампания. То есть более цивилизованная, как вы считаете? Более цивилизованная. И вот, кстати, я бы хотел поговорить о новой тенденции в политической жизни Беларуси, вообще в гражданской жизни нашего общества. Здесь уже говорили, что совершенно изменилась гражданская культура. Я обращаюсь к отцу Федору Повному. Вот на прошлых выборах мы помним, что было 19 декабря после завершения непосредственно самой избирательной кампании. Сейчас совершенно другая атмосфера. С чем вы это связываете? Изменилось что-то в духовном состоянии общества? Или это только какое-то политическое влияние? Мне думается, крайне важно, чтобы сейчас, когда завершились предвыборные страсти, были отброшены в сторону все эмоции. Они всегда не лучше советчик, тем более в этот день, когда мы все сделали свой выбор будущего. Поэтому сегодня как-то по-особому искренне молилась. Я молился, чтобы все виды дела и поступки кандидатов всмотрели в суть вещей, как некогда про отец Адам. И вот анализируя то, что мы видели в прошлые разы, в прошлых выборах, и то, что мы видим сегодня, мне хотелось бы сказать свое пожелание. Здесь следует вспомнить такое понятие, как смирение, которое рождает достойное признание, я бы не сказал поражение, признание, может быть, неготовности к такому высокому служению. А вот будет ли способность продолжать свое служение, как здесь говорилось, в следующих уже парламентских выборах, а не противостоять ему, это будет и тот индикатор, талакмусовая бумажечка, которая реально проявит внутреннюю суть каждого кандидата, не достигшего цели, за которую он боролся. Ведь вдумайтесь, не от партийного списка, не от решений некого дяди, а от каждого из нас зависит будущее нашей жизни. Спасибо, отец Федор, да, я думаю, это очень важный такой духовный камертон того, что происходит, потому что иногда вот в политических обстоятельствах люди запутываются, и важно услышать слово духовного человека в этих обстоятельствах. И вопрос к человеку абсолютно легендарному, для нас большая честь, что он сегодня с нами в студии, герою Белоруссии, Петру Лукьяновичу Мариеву, еще раз скажу, легендарному абсолютно директору БелАЗа. Петр Лукьянович, ваши отношения, ваша позиция? Сегодня белорусский народ показал свою консолидированность вокруг своего лидера. Александр Григорьевич Лукашенко хорошо знает свою страну, ее потенциал человеческий, потенциал природный, потенциал экономики, и постоянно черпает свои знания, встречаясь с трудовыми коллективами, со всеми гражданами. И это дает ему как раз те силы, и те, мы видим, принимаемые им решения, очень понятные, доступные, не только внутри страны, но и за его пределами. Ну а как рабочие настроены? Я знаю, что вы постоянно общаетесь с трудовым коллективом, как говорили в советское время, да и сейчас, можно сказать, с рабочим классом. Как настроены люди? Сегодня на примере нашего предприятия можно сказать, что несмотря на финансовый кризис, все-таки идут инвестиции, накапливаются те ресурсы, те новые, новая продукция, которая должна выстроить. И поэтому рабочие это все видят, все это осознают, и солидарны с теми делами, которые сегодня имеются в нашей стране. Спасибо, Петр Лукьянович, за вашу оценку. И к нам присоединился Анатолий Иванович Ермоленко. Я бы хотел к нему обратиться, поскольку Анатолий Иванович в рамках акции телеканала ОНТ, мы вместе, вот микрофончик передают, объехал практически, по-моему, всю страну. Общался, наверное, десятки тысяч людей были на этих встречах. Какая общественная атмосфера сейчас в стране во время выборов? Что бы нам ожидать? Вы знаете, я хочу сказать, вот я вот слушал, здесь были такие реплики, кто-то говорил, что как бы спокойно все прошло, не было такого шоу. Шоу, в принципе, на выборах и не должно быть. Шоу – это наша, в принципе, профессия. Вот мы проехали, сделали, люди пришли, они получили удовольствие от этого. А я бы сказал бы, это не просто спокойствие, это уверенность наших людей в том, что они живут в замечательной стране, в государстве, которое развивается и появляется международный авторитет. Это государство, в котором живут умные, красивые, замечательные люди, которые умеют делать шоу на славянском базаре и везде в другом месте. И я думаю, что это как бы такой посыл и доверие, и признательность нашему президенту за то, что вот долгие годы мы шли вместе, и он вел нас, как бы мы превозмогали и преодолевали кризисы и все остальное. Я надеюсь, что в дальнейшем так и будет. Кстати, ваши слова подтверждают телефонное голосование, потому что, я говорю для студии, у нас телезритель голосует более трех четвертей, что именно личность кандидата прежде всего определяет выбор людей. Я бы хотел обратиться еще к лидерам общественных мнений, которые здесь присутствуют. У нас председатель Союза писателей Беларуси Николай Иванович Ригенец, если можно передать ему микрофон, Тенгиз. А, есть микрофон. Николай Иванович, ваши позиции, ваши отношения. Вы тоже в это время проводили очень много встреч, держите руку на пульсе общественных настроений. Вы знаете, итоги выборов, да и события, которые проходили в нашей стране, позволяют сделать сразу же сейчас несколько выводов. Никто в стране, первое, не сомневался в победе Александра Лукашенко. Даже оппозиция признавала, что да, большинство народа проголосует за него. Второе. Активность, которая наблюдалась в день выборов. Ну, она, во-первых, вызывается тем, что люди убедились. Спокойная обстановка в стране, нормальное руководство, крепкий президент позволяют избежать любых катаклизмов, которые, к сожалению, проходят в ряде других государств. Третье. Я думаю, что люди, которые шли голосовать в этот день, они шли голосовать и за то, что они сделали для страны. И, видя те успехи, которые отмечаются в государстве, даже при тех издержках, которые мы видим, и в том числе и на мировом, так сказать, и в мире, связанные с некоторыми, так сказать, катаклизмами в экономике, понимают, что они шли голосовать и за себя. И я уверен, что сегодня будут поднимать бокалы избирателей и будут поднимать бокалы не со словами «за победу Лукашенко», а будут поднимать бокалы со словами «за нашу победу». Я думаю, зрители бы меня не поняли, если бы я у вас не спросил о позиции Светланы Алексеевича, писательницы, которая получила недавно Нобелевскую премию, гражданка Беларуси, которая выступила, ну, скажем так, с критическими заявлениями в адрес политической кампании в Беларуси. Да, вы забыли задать вопрос, отвечаю. Ну, конечно, я Светлану знаю очень хорошо. Мне было непонятно ее заявление, что я не пойду на выборы. Ну, она, по-моему, даже и собиралась уехать куда-то. Как говорится, Бог с ним, это ее решение. Поздравить ее надо с тем, что она стала лауреатом Нобелевской премии, потому что я считаю, что литература Беларуси приобретет большую значимость в мире, к ней будут больше люди тянуться, знакомиться. Это ее позиция, гражданская позиция или политическая позиция, или, может быть, личные какие-то отношения. Это ее дело. Ну, она стала лауреатом, мы ее поздравляем. А то, что она не пошла на выборы, это, я думаю, во-первых, ее дело, во-вторых, можно выразить только сожаление. Не допоняла Светлана. Ну, как сказал Александр Лукашенко, мы ее поздравляем как Нобелевского лауреата. Оппозиционность как-нибудь мы переживем. Мы сейчас услышим мнение представителей, руководителей политических партий, а сейчас у нас есть позиция Костя Бондаренко, несколько известного украинского политолога, которого наши корреспонденты записали накануне программы. Давайте посмотрим, что он говорит. В Украине выборы это уже такой себе, скажем, национальный вид спорта уже. У нас каждый год проходят выборы. В прошлом году у нас дважды проходили выборы и так далее. У нас уже говорят о том, что в следующем году будут досрочные выборы. Президент уже сказал, что нынешние выборы, которые состоятся, они ненадолго. И что в 2017, наверное, пройдут новые выборы и так далее. То есть у нас это постоянный процесс, и у нас уже привыкли к этому. Беларусь все-таки более стабильное государство в том плане, что есть сохранение графиков, очередности выборного процесса. Так что в этом отношении, я думаю, что тоже следует говорить о большей стабильности именно института выборов. В Беларуси, насколько мы наблюдаем за выборами, за избирательным процессом, эти выборы имеют меньшее количество претензий со стороны внешних игроков, со стороны Европы и со стороны международных наблюдателей. Пока что, по крайней мере, до дня выборов не было таких существенных нарушений. Да, ну что ж, это была позиция представителя страны, где политическая жизнь буквально бурлит. У нас есть лидеры политических партий Сергей Гайдукевич, он же кандидат президента Николая Улаховича. Они уже высказались. Я обращаюсь к Валентине Леоненко, депутату парламента, секретарю Центрального комитета коммунистической партии. Отношения вашей партии, сколько я помню, вы поддержали на съезде в июне Александра Лукашенко. Да, наша партия изначально позицию избрала очень четкую, ясную. И мы с самого начала высказали за то, что мы будем на выборах поддерживать кандидатуру Александра Григорьевича Лукашенко. И в этом мы не разочаровались. Ну да, если верить экзитполам и, в общем-то, общее общественное настроение таково, что побеждает Александр Лукашенко. Но вот эта новая атмосфера, действительно ли она появилась, новая политическая атмосфера в Беларуси, некая консолидация общественной? Вы знаете, я слушала высказания присутствующих здесь. Я хотела бы сказать, что, по сути, очень мощным агитатором на этих выборах была та ситуация, которая сложилась в мире. И то непонятное развитие событий на Ближнем Востоке, да, с последствиями. И проблема беженцев, и как с нею справлялись лидеры европейских стран. И, конечно же, мощным агитатором была Украина, ее события. И надо сказать, что наши граждане, хоть и не высказывались так открыто на каждом перекрестке, но они впитывали вот эту всю информацию, которая вокруг них была. То есть победило мнение, лишь бы не было войны, с вашей точки зрения? Вы знаете, они понимали, что очень сложная ситуация. Вызовы, которые нам посылает сегодняшняя реальность, эти вызовы настолько серьезны, что задаются вопросом, а кто сможет из кандидатов справиться с этими вызовами? Кто сможет держать удар? Валентина Шипановна, перед вами сидит Олег Идукевич, сын Сергея Васильевича, руководитель его штаба, один из руководителей, заместитель по партии. Давайте у него спросим, готов ли он к роли новой оппозиции, о чем многие говорят. Вы знаете, я считаю, что... Начну не с этого немножко. Надо один важный момент осветить. Дело в том, я считаю, что на этих выборах наше общество, наше государство, сделало огромный шаг в развитии гражданского общества и политических партий в целом, и общественных организаций. И выборы эти прошли совсем по-другому. Мы сделали большие шаги вперед. В чем это выявилось? Во-первых, действительно, законодательство было очень сильно демократизировано, и мы могли проводить предвыборную кампанию так, как хотели. Мы с начала сбора подписей, это уже было видно, мы собирали подписи, где хотели, мы проводили агитацию, как хотели. То есть это очень было хорошо. Что касается готовности быть оппозицией, я думаю, что после этих выборов мы уже доказали, что мы состоятельная политическая партия, которая готова вести цивилизованную, нормальную политическую борьбу в этой стране. Борьбу в хорошем смысле слова. Ведь борьба в хорошем смысле слова означает то, что мы все думаем о будущем нашей страны. И для нас самое главное не личные амбиции, а самое главное, чтобы люди наши и наша страна жила лучше, а суверенитет страны укреплялся. Я думаю, так это будет. Это очень востребовано. Олег Гогайдукевич, если можно, микрофон, Илья. Я вопрос понял, задали. Востребована эта борьба? Востребована. И она востребована, потому что, когда мы встречались с людьми, увидели, насколько людям важно слышать не только одно мнение, но и разные точки зрения на развитие страны. Им было интересно слушать нашу программу. Мы увидели огромный приток людей в партию. Мы видим, что людям интересна политика. Но только цивилизованная политика. То есть, ваша партия использовала эту кампанию как элемент пропаганды своих идей, популяризации среди народа? В том числе и это. И мы увидели одно. У людей востребована политика, но только цивилизованная, нормальная политика и нормальная дискуссия. Вот что людям надо. Да, и у нас есть еще один лидер партии, Республиканская партия труда и справедливости, Василий Заднепряный. Василий Васильевич, вы как-то были неактивны у этой кампании? Мы были чрезмерно активны. Я скажу вам следующие цифры. Во-первых, мы постоянно критиковали некоторые действия наших властей в политической системе. Давайте назовем, какие действия вы критиковали. А потом, когда пришел этап выдвижения кандидатов в президенты, мы решили поддержать действующего президента, активно участвовали в сборе подписей. И наши члены партии, 926 человек, ни одна партия и близко, таких результатов не показали, стали членами избирательной комиссии. Почти 2000 человек наблюдали за этой работой. Ну и когда мы беседовали с наблюдателями из иностранных государств, речь зашла о том, да, явка большая, но мы понимаем, у вас дороги прекрасные, интернет хорошо работает, но почему спокойно так все прошло? У нас был один аргумент. Женщины появились. Караткевич кандидат в президенты и предвыборный штаб Мариана Щеткина возглавила. А женщины это всегда... То есть тот фактор, которому говорила Лидия Ермошина, о том, что гендерный фактор в этих выборах как никогда сработал, да? Совершенно верно. И мы, когда выдвигали Александра Григорьевича, обратились с просьбой, чтобы в предвыборной программе было указано о том, чтобы произошли изменения в политической системе. Да, я хотел подключить политологов, которые перед вами сидят, но раз мы заговорили о гендерном факторе, у нас руководители двух крупных средств массовой информации, это Галина Малишевская, Комсомольская правда. Галина Васильевна, ваша оценка? Все-таки вот в СМИ и Андрей Дмитриев, начальник штаба Татьяны Короткевич, и многие другие, в том числе кандидаты в президенты, отмечали, что эта компания по подаче в СМИ все-таки принципиально отличалась. Он даже, Дмитриев, сказал о том, что у СМИ не было второго двойного некого дна. Спасибо за вопрос. На самом деле компания в информационном ключе отличалась, но, наверное, не столько из-за гендерного фактора, скорее из-за того, что не было радикальных каких-то акцентов в этой компании. Но, безусловно, появление женщины по-новому расставило какие-то акценты, было интересно наблюдать за кандидатом, интересно с ней общаться. И мы видели по реакции наших читателей и на сайте, и по откликам на газетные статьи, что люди интересуются. И действительно новая персона, которая появилась на политическом поле, так неожиданно, и вдруг она заинтересовала, заняла свою нишу. И, наверное, можно пожелать некого политического будущего. И еще у нас руководитель средств массовой информации, женщина, гендерный фактор, Екатерина Дубинская, агентство Минск Новости. Действительно ли женщины активно сейчас идут в политику, и Татьяна Короткевич это продемонстрировала? — Безусловно, это так, но я бы хотела, пользуясь случаем, сказать о том, что действительно в эту предвыборную кампанию очень активно тебя продемонстрировали СМИ республики. Могу сказать это про канал ОНТ, и остальные телеканалы, и все наши государственные СМИ, которые сыграли очень активную гражданскую, мне кажется, такую роль. Они показали, вот то самое сравнение провели между, скажем, 90-ми годами и сегодняшними. Я, честно говоря, сама как человек, как гражданин, поражалась, какими шагами развивалась наша страна, когда видела те объекты, те потрясающие вещи, которые не только в Минске создавались, а во всей Республике. — А где же критика? Вот критика присутствовала при этом? Да, мы восхищаемся, мы восхищаемся той страной, которая присутствовала. Многие говорят, что, может быть, было недостаточно критики, оппозиционности, или это тоже было представлено на страницах? — Я думаю, что все было представлено, и причем самое интересное, это было представлено во всех государственных СМИ, потому что, когда мы говорили об активной гражданской позиции человека, я сама знаю, что все наши корреспонденты нашего, например, агентства Минскновости, постоянно присутствовали на пикетах, на каких-то интересных событиях, и вот эти все вещи, они все ведь не просто записывались, они все брались на контроль. — Давайте спросим непосредственно у кандидатов. Во время кампании, по крайней мере, так говорили ваши представители, даже иногда вы не успевали ответить на все запросы журналистов. Это действительно было так? Вы чувствовали повышенное внимание журналистов к себе, как государственной, так и не государственной прессы? — Два дня назад, выступая перед корреспондентами зарубежными и нашими, я конкретно мне был задан вопрос. Вы считаете, кто больше всего помог в выборной кампании, как кандидату в президенты? Я ответил, что СМИ. Я совершенно правильно ответил, лишний раз убеждаясь сегодня здесь присутствую, что так и было. Действительно, на этот раз СМИ работало очень активно, грамотно, доступно. Я считаю, что следующая пресс-компания, она будет еще более яркой и красочной. И совершенно не было второго дна. Все было прозрачно. Это была позиция Николая Улаховича и Сергея Гайдукевича. Вы не устали от внимания СМИ или наоборот, вам было его недостаточно? — Да нет, ну что вы. Я не первый раз участвую в президентской кампании. — Это третья кампания у вас такая? — Да, третья кампания такая. Ну что я могу сказать? Приятно был удивлен. Притом был приятно удивлен, когда уже получили кандидатские карточки. Обращаю ваше внимание, как только были созданы инициативные группы, белорусское телевидение и средства массовой информации фиксировало каждый день и обращалось в штабы к нам и, наверное, к коллегам о том, сколько собрали подписи, показывали кандидатов в президенты. То есть, конечно, я вам скажу так, звонили каждый день. Каждый день спрашивали, где у вас пикеты, где у вас встречи с избирателями. Это очень большое дело. Я поддержу коллегу и скажу, что когда мы встречались с представителями БДИЧУ БСЕ, было очень много встреч. Они практически находились у нас в регионах, в наших штабах и присутствовали на всех этих наших мероприятиях. Когда говорили с европейскими коллегами, с депутатами парламентской ассамблеи, Совета Европы, БСЕ, я им сразу, когда начинал разговор, говорю, эта кампания отличается очень сильно. Они меня спрашивали, как ваши впечатления. Вы не первый раз кандидат в президенты. Я говорю, впечатления очень прекрасные, что не заметить это просто невозможно, даже недоброжелателю. Да, Сергей Васильевич, спасибо. Раз мы заговорили о СМИ, лично я не соглашусь с позицией или оценкой некоторых, что кампания была какой-то скучной, неинтересной. Было много интересных случаев, и один из них произошел на международных соревнованиях с Александрой Бурыкиной, трехкратным призером чемпионата мира, чемпионата Европы по пауэрлифтингу, правильно? Честно говоря, не верит, что такая хрупкая девушка занимается таким серьезным видом спорта. И в том числе этот случай был связан с той майкой, которая сейчас на вас одета. Расскажите, Александра, что произошло, насколько я понимаю? Это проходил Арнольд Классик в Испании. Эту майку и идею придумала сама я, так как я с детства воспитана в патриотизме, я очень уважаю нашего президента, я люблю нашу страну. И я хотела тем самым показать, какая у нас сильная страна, какой у нас сильный президент. И я очень рада, что своими рекордами я это подтвердила. А что там была за встреча с Арнольдом Шварценеггером? Да. Что у вас произошло с остальным Арнольдом? В конце моего выступления подошел Арнольд Шварценеггер. Я ему вручила такую же майку с нашим президентом, на что он сказал, что он его знает. Сказал, что у нас очень сильная страна, что я очень сильная, что он очень сильный президент. И именно поэтому ему интересно посетить нашу страну. И он намеревается... Обещал приехать покосить траву вслед за Жераром Депардью, я так понимаю, да? Или ничего не обещал? В любом случае хорошо, что он нашу страну уже знает. Я хочу обратиться к своим коллегам. Здесь у нас присутствуют и журналисты, и Тенгиз Думбадзе, и Алексей Михальченко. Чем запомнилась эта компания? Какими, может быть, яркими информационными поводами? Тенгиз. Ну, во-первых, хочу в первую очередь поприветствовать двух кандидатов в президенты. Я вот смотрю, сейчас такой уставший вид. Говорят, насколько внимание у них было приковано к ним со стороны СМИ. И вот хотел вопрос вам задать. Ну, коль приходится самому отвечать, думаю, а как вот завтра вы проснетесь? Вот послезавтра? Вот это ощущение будет нехватки того вот этого внимания? Ну, это, я думаю, вы еще ответите. А для нас самое главное, что я вам скажу просто. Мне было приятно вот идти сюда на эту передачу. Я пешком прошел с Октябрьской площади и видел, навстречу идет женщина пожилого, приклонного возраста собачкой. Она приветливо улыбнулась. Добрый вечер, сказала. Смотрю, молодежь бегает, пробежка около пруда. Для меня вот это самое главное. Потому что мы очередной раз убедились, что мы живем в стране, где люди ценят мир. Мы живем в стране, где люди знают, что к ним всегда относились по достоинству. И вы знаете, вот пример. Сидит герой страны. Посмотрите, скромный. Петр Лукьянович Мариев. Да. Он выступил так, вот именно, как вот это отражение ментальности белорусского народа. Скромная девчонка наша, побачья Калиласка. Посмотрите, как она сидит. Давайте еще раз ее поприветствуем. Александра Бурыкина, да. Она, я даже немножко с акцентом скажу. Она, слушай, самого Шварценеггера даже видела. А Шварценеггер нашего президента знает. Это многого стоит. Алексей Михальченко активно участвовал в освещении этой кампании. Много интересных, может быть, даже неординарных оценок раздавал. Его оценка. Было что такое интересное, скандальное, может быть? Сегодня одна история покорила, о которой рассказало Белорусское телеграфное агентство, о 100-летней жительнице Новополоцкой Елене Зайкиной, которая самостоятельно посетила избирательный участок, несмотря на свой весьма почтенный возраст. И, что характерно, она, мне кажется, вполне могла бы претендовать на символ, на живой символ этих выборов, потому что она уроженка Донбасса. Понимаете, этим много сказано. И она очень сильно переживает за то, что происходит там. Она рассказала об этом журналистам. Журналисты, естественно, поведали всем. И она нашла в себе силы, чтобы пойти и проголосовать. И вот, знаете, как эта Елена Зайкина, мне кажется, главный результат этих выборов, это даже не личность, за которую мы проголосовали, а то, что белорусы показали, что им дорога их страна, что это не просто кусок земли где-то в центре Европы, который никому не нужен и безразличен. Нет. У нас еще будет мнение с Украины, но не знаю, успеем ли мы быстро передать. Я вижу, значит, у нас первый секретарь Центрального комитета Белорусского Республиканского Союза Молодежи, а есть микрофон. Говорили о позиции столетних, столетней госпожи Зайкиной, которая посетила выборы. Как молодежь отнеслась? Насколько она активно шла на выборы? Я знаю, что вы приготовили очень много различных реактивных акций в этом плане, в том числе. Да, действительно, Белорусский Республиканский Союз Молодежи еще в начале этого года дал старт, собственно, на съезде Году Молодежи. Год Молодежи 2015, год президентских выборов. И вот весь этот год мы говорили о возможностях для молодых людей. И то, что сегодня молодежь с огромным удовольствием обсуждала, что построено, какие есть возможности в сфере образования, в сфере реализации потенциала, спорта, вот сегодня Александра здесь присутствует. То есть это все очень характерные примеры. И, знаете, та явка, которая сегодня есть на выборах, и то, что очень большое количество молодежи пришло на эти выборы, это показатель того, что сегодня нет разницы между молодым поколением, средним или более старшим. Сегодня рефреном звучит практически у всех о том, что мы сегодня консолидированы, мы сегодня объединены, мы настроены идти дальше. И, конечно же, в этом заслуга президента страны Александра Григорьевича Лукашенко. Андрей, ну я знаю, что у вас проходила и акция «Выбирай бай», где абсолютно критичные, в том числе высказывались позиции, молодежь активно обсуждала то, что происходит в стране, какие-то проблемы, которые необходимо исправить. Да, вы знаете, вот тут было мнение о том, что выборная кампания была достаточно тихая, но, знаете, вот когда мы проводили вот эти дебаты, у молодежи было очень много разных мнений. И порой критических, потому что молодежь, она привыкла не по словам, а по делам отдавать оценку. И обсуждали все, начиная от здорового образа жизни, заканчивая государственной службой, в том числе и выборной кампанией, но сходились в одном. Нужно учиться, нужно работать, нужно идти дальше, строить свою страну. Вот это очень важно, именно свою страну. Ведь целое поколение выросло уже в независимой Беларуси. И мы говорили о мнении с Украины накануне, буквально вчера, наши корреспонденты записали лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко. Давайте посмотрим, что он говорил. То, что у вас я здесь наблюдаю, во-первых, я рад тому, что это в спокойной обстановке, без истерии проходят, что взвешенные дискуссии идут, что сегодня право граждан сделать этот выбор осуществляется во времени, в течение нескольких дней. Что не создается как технология, как раз вот эта очередность, а вернее очереди большие, только для того, чтобы сфальсифицировать результаты голосования и в этом состоянии нервозности проводить выборы. Взвешенный идет диалог в обществе. Я очень рад, что я увидел именно такой государственный подход. Подход учета интересов граждан Беларуси, создание атмосферы, в которой каждый выразит свою волю и отсутствие давления. Еще раз хочу подчеркнуть, кто бы чего не говорил. Я человек, который уже не одну избирательную кампанию прошел. Я сталкивался с многими преступлениями, которые совершаются на территории Украины во время избирательной кампании. Беларусы, дорогие, берегите то, что у вас сегодня есть. Вы граждане свободной страны и с правом свободного выбора. Вы не рабы в руках тех, кто сегодня, захватив заводы, опустил на дно многих граждан и сегодня принуждает их против своей воли за копейку голосовать, отдавая судьбу своей страны в руки очередных проходимцев. Я встречался в трудовых коллективах, и я видел, что люди понимают, есть временные трудности, а есть глобальные проблемы. Так временные трудности не должны сегодня голову сворачивать, отвлекая от того, кто должен быть главой государства. Я убежден, что белорусский народ сделает правильный выбор. Другого у вас просто нет пути. Вот такая эмоциональная оценка Петра Симоненко. Очень важные тезисы были высказаны, мы их обсудим. Но к нам сейчас присоединился руководитель телеканала ОНТ, ведущий программы «Надо разобраться» Григорий Леонидович Кисель. Григорий Леонидович, не могу не предоставить вам слово. Я хочу вынесу, товарищ Симоненко, пару слов. Накануне выборов, буквально понедельник, вторник, среда, четверг, наш телеканал демонстрировал документальный сериал «Революция XXI века». И перед каждой серией у нас были интервью с гостями из этих стран. Сирии, Сербии, Украины и Грузии. И вы знаете, эти люди, которые к нам приезжали, они приезжали на 2-3 дня, мы их возили по стране. Да, понятно, мы привыкли, нас хвалят. Очень ухоженная страна, организованное государство, хороший народ, трудолюбивый и так далее. Но они делали одно замечание, может быть, общее, или предостережение, я бы сказал. Они говорили следующее. Не слушайте никаких советов, никаких советов зарубежных, потому что эти советы привели к тому, к чему они привели вот эти страны. Мы знаем события в Сербии, мы знаем события в Грузии, мы знаем события в Украине и в Сирии. Живите своим умом. И совершенно верно, люди со стороны, они нам подсказывают, наверное, то, что мы уже делаем. У нас своя страна, у нас свой народ, у нас своя культура, у нас своя власть и у нас свой ум. Это наверняка один из главных посылов, которым необходимо руководствоваться. Да, но здесь была оценка и олигархической власти, которая установилась в Украине, не только там, в некоторых других странах, реакция на это народа. Роль бизнеса, роль бизнеса, предпринимательства в этой избирательной кампании, политическая активность. У нас присутствуют здесь и представители предпринимательских кругов. Алексей Ваганов, известный белорусский бизнесмен. Если можно микрофон передать, да, вот Андрея Белякова. Как бизнес относится к избирательной кампании? Насколько он активен? Бизнес, конечно, активен. Хочется сказать, что выборы сегодня прошли с большой явкой. Показатели экзит-пулов показали, что наши избиратели проголосовали за стабильность. Эта стабильность, нельзя сказать, была сделана не только после того, как был зарегистрирован кандидатом в президенты Республики Беларусь. Если взять основного кандидата, действующего президента Александра Лукашенко, то надо сказать, что с прошлых выборов буквально на следующий день он начал свою предвыборную кампанию, чтобы победить в этой гонке. И это достаточно большой труд. Достаточно много было сделано для бизнеса за вот эти предыдущие его годы, когда он являлся президентом. Если взять глобально то, что здесь называлось Украина, это Минские соглашения. Куда вот не поедешь, везде говорят Минские соглашения. Это ваш президент способствовал этому возможности мира, который может достигнуть быть на Украине. Потому что это действительно беда, беда наших соседей. Это наши же люди, славянские люди. Они говорят на нашем родном языке. Мы их понимаем. И вот все эти шаги, они все-таки видны. В частности, в бизнесе сегодня, могу точно сказать, это видно. Достаточно крупная компания приходит в Белоруссию. Если еще раньше европейские финансовые институты, как-то так сказать, с опаской выдавали деньги в республику, то та стабильность, которая сегодня существует вокруг, вернее в нашей стране, а вокруг все-таки, рядом в стране, в Украине, в Сербии. То есть достаточно много вопросов экономического блока. Не могу сказать, что у нас все хорошо. Но то, что мы движемся, и мы живем, и нас так просто нельзя. Это, наверное, самое главное. Я думаю, что завтра кончится праздник, подведут итоги. Наши бывшие кандидаты, терппрезиденты, имеют возможность начать работу на следующие выборы. И хочется им пожелать возможность посоревноваться, побороться на следующих выборах. Хочется отметить несколько положительных моментов, которые видно со стороны. По сравнению с 2010 годом, например, достаточно большое количество мероприятий, я думаю, в разы отличаются, чем было в 2010 году. Ну, Минск, да, Минск бурлил, было тут много чего. Но в регионах-то было тихо, как в тайге. Вверху шумит, внизу тихо. Сейчас не было. То есть это было видно и по избирателям, по активности. Хочется еще одну такую мысль сказать, не мысль, а это видно, что сегодня формируется действительно партийная система Республики Беларусь. Вы тут недавно, в начале передачи сказали о том, что формируются уже, как сказать, выборы на парламентские. Хочется пожелать, чтобы наши кандидаты, их партии достойно вошли в парламент, победили в этих же выборах, доказали, что... А Вы готовы поддержать финансово, если вдруг обратиться Сергей Васильевич Николаевич? В рамках белорусского законодательства. Насколько я понимаю, законодательство позволяет в том числе? Я сюда... Ветеранов, пожалуйста, церковь, пожалуйста, от партии, партии надо в рамках законодательства. Анатолий Адонев рядом сидит как раз ветеран, я думаю, сразу можете договориться с Федором Повным. Сергей Васильевич Николаевич, я вижу, что спонсоров, если что, мы вам уже нашли. Еще один известный предприниматель у нас присутствует, Павел Тапузидис, ну буквально одна из сенсаций. Скажем так, небедный человек, известный в стране человек, тем не менее отправился работать на обычный избирательный участок, в участковую комиссию. Насколько я понимаю, это уже не первый раз. Павел Георгиевич, что вам не двигало? Спасибо. Вы знаете, я на самом деле только что с избирательного участка, и это не первый раз, это правда. Сегодня у меня на участок приезжал и посол Великобритании, и представители испанских властей, и все они у меня спрашивали, вы бизнесмен, почему вы здесь? Мне все время хотелось с ними пошутить, вместо того, чтобы что-нибудь серьезно ответить. Если людям надо доказывать, что вы, как бизнесмен, хотите, чтобы в вашей стране было спокойствие, были правила, дело принципа это. Вот и ваша передача называется «Дело принципа», и для меня это было делом принципа. Сегодня приходили люди, и приходило очень много людей, практически из всех 1900 примерно человек, которые были у нас на избирательном участке, пришли все. И мое отношение к этому – это жизненная оппозиция просто. Если не мы, то кто? Если наша страна сегодня может на всем мировом уровне показывать свою стабильность, свое величие и так далее, мы должны сами стараться это сделать, и, глядя на нас, пойдут к нам и другие. Мы сегодня много разговаривали с англичанами и с испанцами о том, почему, они говорят, европейский бизнес к вам не идет, если у вас все так хорошо. А я им сказал просто, а вы, говорю, откройте глаза и посмотрите на нее нашими глазами. Мы вам покажем, мы вам подскажем, приглашаем. Приходите, мы вас ждем. Вот это было главное. Что ж, посмотрим, как будет ситуация развиваться сразу после выборов. И я хочу еще к экспертам обратиться. Антон Болточко, либеральный клуб. Действительно ли мы можем сказать о том, что растет политическая активность предпринимателей в нашей стране? Спасибо, Вадим, за вопрос. Очень тяжело сказать. Конечно же, нет такой статистики, которая бы показывала рост именно политической активности. Вот Павел Тапузидис, Алексей Ваганов, живые примеры. Да, знаете, я уже потерялся среди высказанных мнений, поэтому в этой студии. Но в целом, если говорить, предприниматели ведь ждут не только, как пройдут выборы. Они ждут, что будет после выборов. И это очень важно. Ведь кандидаты до выборов делали очень много обещаний, говорили о том, как мы будем жить дальше. И, как мне кажется, Беларусь становится на ту дорогу, по которой еще не шла. В программах было видно, что каждый из кандидатов говорил о реформах, структурных изменениях и так далее и тому подобное. И предприниматели, конечно же, ждут этого. Поэтому сейчас очень важно посмотреть, что будет дальше. Как будут выполняться обещания, какие изменения будут притворены в жизнь. И вот тогда уже будет можно оценивать реакцию предпринимателей. В том числе этот вопрос может быть и к Сергею Григорьевичу Новицкому, заместителю председателя представленной комиссии Совета Республики. Насколько будут оправданы ожидания, те обещания, которые делались в ходе этой избирательной кампании? Ну, во-первых, я хотел бы отметить высокую культуру наших избирателей, повышенную культуру избирателей, которые пришли на выборы и проявили свой патриотизм, и в том числе культуру политическую. Я сам лично посетил 15 участков и должен сказать, что полностью люди шли и голосовали свободно, демократично, независимо, без всякого принуждения. Что касается предпринимателей, если мы посмотрим по результатам предварительным, в том числе экзит-пула и ту явку, которая сегодня есть, ведь среди этих людей, в том числе предприниматели. Сегодня это полмиллиона предпринимателей, примерно человек, и если взять их членов семьи, примерно по три человека в каждой семье, то это полтора миллиона человек. Они отдали свой голос, и это видно каким образом. Поэтому я бы еще отметил сегодня патриотизм, проявление патриотизма, с которым голосовали наши граждане. Поэтому предприниматели, как самая активная часть населения, активно принимали участие в выборах и активно влияют на нашу систему. А эта ситуация, эта тенденция сохранится, как вы ожидаете, в принципе? Тенденция чего? Тенденция активного участия предпринимательства в политической жизни. Потому что долгое время считалось, что чем бизнес дальше от политики, тем он более успешен. Нет, это абсолютно не так. Я думаю, что тенденция будет увеличиваться, слияние бизнеса с политикой. Почему? Потому что если посмотреть программу социально-экономического развития на ближайшую пятилетку, то в ней развитие среднего, малого и вообще предпринимательства является одним фактором в дальнейшем развитии экономики. Очень важный разговор, который сейчас пошел, в том числе о тенденциях новых, которые показала эта избирательная кампания. Вопрос к нашему политологу, доктору политических наук Сергею Кизиме. Вот здесь о чем сказал Сергей Новицкий. Слияние бизнеса и политики, то есть возросшая политическая активность, это уже констатировалось. Нам не угрожает олигархия какая-то, которая такого типа, как это происходит в Украине или в России? Все должно быть меру. Если взять Россию и Украину, там же проблема в чем? Приватизации, когда громадные предприятия отдали, соответственно, достаточно случайным людям, по блату, по родственным связям, просто-напросто хорошим знакомым. И вот эти люди, приобретя громадное политическое влияние, стали активнейшим образом вмешиваться в политический процесс. Ну вот смотрите, мы здесь заговорили, вот Алексей Ваганов, допустим, Павел Тапузидис придут завтра к Сергею Гайдукевичу, Николаю Улоховичу. Они показали неплохие результаты, то, о чем говорят экзитполы на этих выборах. Говорят, мы даем вам деньги, мы платим Галине Малишевской, комсомольской правде, Екатерине Дубинской, Минск новости, за то, что мы вас продвигаем. Вот вам уже пример возможной олигархии. Вы знаете, я думаю, нам нужны патриотические силы, и поддержка бизнесом патриотических сил вряд ли будет вредна для нашей страны. Это была позиция Сергея Кизимы. Давайте слышим о кандидатах и депутатах. Мнение президента, мнения разделились, возьмем, не возьмем деньги, если будут давать. Ваша оценка, если к вам бизнес активно придет с деньгами, для поддержки ваших партий? Вы понимаете, вообще ни в одной стране мира такого нет, чтобы бизнес приходил в партию и давал деньги. Есть законы определенные. Законные определенные гласят о том, что либо есть какой-то избирательный фонд, это делается в открытую, а если придет ко мне, кого вы перечислили и скажут, Сергей Васильевич, я оплачу, сделаю, это уже не политика, это что-то другое. Поэтому никак не может предприниматель в таком ключе делать. Это недопустимо, потому что это произойдет чернее черного. А что касается финансовой поддержки, то есть, может быть, только один способ. Один только способ. Это избирательный фонд, который должен открываться, и туда должны в открытую. Здесь законодательство стало гораздо либеральнее. Да, поэтому тут никаких вопросов нет. Избирательный фонд открыт был и на этих выборах, пожалуйста, до полутора миллиардов. Вы использовали его? Я вот не помню, вы официальные данные заявляли? Конечно, конечно. У нас поступило, приличная сумма поступила, у нас поступило сразу 42 миллиона на избирательный фонд. Когда о деньгах зашла речь, сразу активизировались. Тенгиз Думбаз захочет поступить. Я просто хочу, знаете, чтобы мы все-таки не отклонялись от этой темы. Денег? Ну, деньги, понимаю, понятно, что все решают. Но я хочу поприветствовать, во-первых, Павла Табузидиса. Наконец-то я познакомился с этим человеком. Скажу, что это понтийский грек. И вот его история чем примечательна? Ведь человек, который в Грузии жил, как и я, и он знает, знает воочию, к чему приводит недоброкачественная политика. И вот сегодня вспоминали мы, лидер коммуниста Украины говорил, вы знаете, когда мы снимали наши фильмы, о которых Григорий Кисель говорил, на революции 21 века, мы же показали только часть всего того, что нами отснято. Если бы вы слышали слова людей в Донецке, когда я поехал в Донецк, у меня было абсолютно другое мнение, потому что я в Грузии видел сепаратизм. Я знаю, что такое для любого жителя Грузии, Абхазии и Осетии. Он никогда не примирится с тем, что это не есть уже ее территория. И ехал также в Донецк. Но когда я видел в Донецке, в подвале, людей, которые 20-30 человек с детками 8 месяцев там проживают, и когда безногая женщина рассказала историю своей этой трагической, своей ноги, и вы знаете, если бы я вам все передал, ну нельзя передать. Вот они говорят, знаете что, молодцы белорусы, что вы так делаете. Пусть несколько раз выбираете президента. В нашей стране каждые 4 года меняем, и вот мы до чего докатили. Меня, говорят, обвиняют в сепаратизме. Да какая я сепаратистка? Я украинский язык знаю лучше, чем президент Украины. Но разве я могла? Разве я не согласна с Майданом? Я против Украины, и не мы стреляли. Вы знаете, это горе. Я встречался с военными, Вадим, извини, просто я не могу это не высказать. С военными, которые на стороне официальных властей, и с теми, которые сегодня Донецк защищают. Одно мнение. Вы из Беларуси? Передайте всем белорусам. Цените люди свою страну. Цените все то, что вы имеете. Не дай бог, мы раньше вот это не думали. Год назад я не думал, что мне придется когда-то вот здесь сидеть, в Донецком аэропорту, и защищать я не знаю, завтра я выживу или не выживу. Поэтому я хочу всех призвать, дорогие мои политики, бизнесмены, дорожите, дорожите каждым вздохом, каждой секундой, каждой минутой, каждым частом, каждым днем. И гордитесь, что мы живем в этой стране, где есть самое главное мир. Да, и это было эмоционально действительно так, потому что Тенгиз видел эту людскую боль, когда снимали, на мой взгляд, великолепный этот фильм, ну, великолепно с журналистской точки зрения, который, к сожалению, отражает боль людскую. Вопрос Игорю Котлярову, Игорю Васильевичу, директору Института социологии. Вы не только проводили экзитпол, мы об этом уже много говорили, какие социальные настроения в обществе, вот много разных оценок, желание перемен, сохранение стабильности, лишь бы не было войны. Вот на этом фоне, конечно, вопрос, которых многих волнует, хотя, ну, и ответ уже, в общем-то, есть. Возможен ли Майдан или какая-то угроза Майдана на горизонте? Ну, начнем с того, что вот Давид Ротман говорил о том, что наша социология очень неплохо поработала вот этот предвыборный год. И я хочу сказать, что большая заслуга вот сегодняшней победы президента в том, что его очень хорошо поработала команда, что вот эта программа Александра Игоревича выстрадана, программа та, которая ждет и понимает народ. Я хочу сказать то, что можно сделать вывод, что резко возросла политическая культура белорусского народа. Действительно, сразу видно, что растет наша партия, наша многопартийность. И вполне вероятно, что вот через год будут уже парламентские выборы, будут партии значительно сильнее, значительно стабильнее работать. Хотя я хочу нашим кандидатам президента сказать из политических партий, что сработали они не совсем хорошо, и может быть, если бы они сработали более удачно, и у них были более благоприятными цифры. А какие ошибки были допущены? Вы как человек опытный, много раз избиравшийся в парламент. Может быть, одна-две? Ну, начнем с того, что программа, конечно, это типичный популизм, который, причем во всех трех кандидатах, это был популизм, который, ну, например, у каждого, у него можно спросить, у Гайдукевича, у Лоховича, а где они возьмут эти деньги? И причем у нас социологов спрашивали тоже люди. Вот Алексей Ваганов, Павел Тапузидис дадут. Ваганов не даст денег, я его хорошо знаю, так что надежды на Ваганова никакой нет. Если говорить о ситуации, при всем, вот, вы спрашивали, не было войны, действительно, вот эта стабильность, белорусское общество, это важнейший козырь нашей нынешней власти, важнейший козырь тех людей, которые обеспечат эту стабильность, это крайне важно. При всем, при том, вот, коллега Думбаза говорил о том, что люди смотрят туда, где грохочут сапоги за границей, они чувствуют, и они не хотели бы этого. Если бы, следующий момент, действительно, сегодня наши люди показали настоящую политическую грамотность. Один политик лет 15 назад сказал, народ дурный, я ничего не разумею, народ понимает. На крой колодии, но напознякаем. Народ пропустил это через себя. И я вчера бы вам сказал, что мы получим вот такие примерно цифры, потому что наши данные, данные Давида Ротмана говорили об этом, что 80-85% поддержит действующий президент, а так оно и есть. Ну и плюс, еще раз подчеркиваю, вот та программа интересная, люди, которые работали, люди приходили в дома, люди приходили на площади, и все это чувствуется и сейчас. Я последний момент, что хочу сказать. Вот мы постоянно работаем, проводим социологическое исследование, но такой доброжелательной атмосферы на избирательном участке, как сегодня, такой не было. Люди не отказывали нашим интерьерам, когда мы задавали вопрос, за кого проголосовали. Мы не могли, наши социологи не могли вести с ними разговоры, это нарушение социальной технологии, но они хотели все рассказать, кому они дали свой голос. И это крайне важно для перспективы, потому что действительно страна с надеждой, с оптимизмом смотрит в будущее. И эти, и наши социологические исследования, и результаты выборов это показали. Да, Игорь Васильевич, спасибо, но не могу не дать слова нашим кандидатам в президенты. Прозвучала критика об ошибках, причем не просто социолога, а человек, который, по-моему, 4 раза избирался в парламент. Внутри как минимум точно. Николай Волокович. По крайней мере, значит, с этим человеком я уже знаком 20 лет, и все 4 раза, когда он избирался в парламент, я был с ним рядом. Мне, конечно, не очень приятно слушать его оценку, но я должен согласиться с тем, что эта работа была проведена так нами впервые. К этому времени были гоньба всем, плохой Лукашенко, мы себя вели корректно, политически грамотно, и поэтому я считаю, что наоборот, здесь наша заслуга, что мы не бросились друг друга рвать на части ни в теледебатах, ни в других каких-то политических схватках. Мы корректно относимся друг к другу. Да, мы не могли с таким великим политиком, как Александр Лукашенко, сражаться. У него какие заслуги и какой опыт за плечами, я подчеркиваю, это мое первое начало, я первый раз пошел кандидатом в президенты. Поэтому, не глядя на то, что я новичок, я считаю, что я выполнил свой долг перед своим народом. Да, Игорь Васильевич, дружите с социологами, мы вам подскажем, как вести в следующем году. Мы с вами будем дружить, особенно после... Дружить с социологами, они вам подскажут цифры, да, я так понял. Нет, цифры не надо, как работает. Сергей Васильевич. А с Сергеем Васильевичем мы тоже уже лет 25 вместе, рядышком. Какая белорусская политика, все слишком близко, все друг друга знают. Вы знаете, я не буду говорить там какие-то высокие слова. Вас по критиковали, что плохо работали, много пополизма, слабая программа. Вы знаете, я отношусь к этому с юмором. Почему? Потому что все-таки прошли президентские выборы, прошли прекрасно. Каждый кандидат президенты сделал то, что мог. На самом деле, выборы показали, что у нас возросла и политическая культура, и мнение народа. Об этом надо говорить. А говорить о том, кто какую программу написал, это сейчас дискуссия просто ни о чем. Понимаете? Поэтому я, например, горжусь тем, что у нас так в стране, что мы едины. Я горжусь тем, что у нас есть развитие будет нашей страны. Я горжусь тем, что вот так они проходят, эти выборы, на самом деле, как праздник. И я горжусь тем, что корректное поведение, которое было, правильно коллега сказал, становится основой политической жизни. Это то, о чем говорил и отец Федор Пловный, о некой новой атмосфере, которая у нас воцарилась в стране. Больше и говорить не хочется ни о чем. А там о программе или о чем? Но, тем не менее, мы поговорим. У нас присутствует представитель команды Александра Лукашенко, инициативная группа Сергей Пигарев. Если можно передать ему микрофон. Есть еще у нас будет одна важная тема. Но, тем не менее, Сергей Юрьевич, в эфире нашей программы, я отлично помню это, вы заявили о том, что все пожелания, которые будут в ходе кампании, людей, они обязательно будут учитываться и затем исполняться. Это действительно так? Да. Последний этап после регистрации кандидатом Александра Григорьевича Лукашенко мне довелось работать в общественной приемной нашего кандидата. Из всех четырех кандидатов только у нашего была создана такая структура, не совсем обычная, достаточно затратная, и только системная работа может дать в ней какие-то результаты. Сколько поступало обращений в целом? Какой объем? За месяц работы общественной приемной поступило 1368 обращений. Это в республиканскую общественную приемную, где-то порядка 68%, и остальное в 20 наших региональных общественных приемных. Какой механизм их исполнения, учета, реализации? Вы же все-таки общественная структура, а исполнять должны государственные органы. Значит, мы ведем учет обращений граждан в строгом соответствии с законом обращения граждан. То есть заводятся индивидуальные карточки, принимаются заявления. Кстати, работа общественной приемной показала, что наиболее эффективным способом является личный прием и письменное обращение. Все эти горячие звонки, они, в общем-то, остаются звонками до тех пор, пока человека не примешь, не изучишь документы, не привлечешь к этому делу специалистов, юристов, адвокатов. То очень сложно даже определить, в адрес кого будет направлено, какого органа госуправления будет направлено это обращение. А вы гарантируете, что все мнения, пожелания, жалобы людей будут учтены и реализованы? Сейчас я могу сказать, что по горячим следам 38% было обращений решено позитивно. Со всеми остальными, хотя уже избирательная кампания закончилась, мы будем продолжать работать. В 2010 году мне тоже довелась работа общественной приемной. В течение года велась переписка, особенно когда дело было связано с судебными решениями, с приговорами и прочее. То есть мы никого из тех, чьи мы дела приняли, без ответа не оставим. Спасибо Сергею Пигареву, представителю общественного объединения «Белая Русь». И сейчас еще один фактор, очень важный, который был в этой кампании, как в принципе и в любой другой, это внешний фактор. И я сейчас предлагаю послушать сразу два мнения. Одно из Европейского Союза, одно из США. И начнем мы с Андрея Мамыкина, депутата Европарламента от Латвии. Эти выборы президента Республики Беларусь, конечно, происходят в условиях такого настороженно-нейтрального в ожидании Европейского Союза и парламента на предмет того, что произойдет в Республике Беларусь. Но все-таки есть подвижки совершенно очевидные. Европейский парламент в преддверии президентских выборов не принял ни одной осуждающей резолюции или поучительной резолюции, что было в предыдущие 15 лет по несколько раз в год. Кроме того, мне представляется, что важна та позиция, что европейские парламентарии, Европейский Союз, политическое руководство, руководящий состав сейчас решили и настроены те раздражающие факторы, которые в отношениях Европы и Беларуси существуют, как бы отложить в сторону. А те вопросы образования, безопасность продовольствия и так далее, которые и так уже очень неплохо развиваются в нашем формате, как бы продвигать вперед. Вот это, мне кажется, самый главный шаг. И это, в принципе, то, чем будет заниматься новоизбранный президент Республики Беларусь. Весь свой следующий отведенный ему срок полномочий. И мне кажется, вот в данном ключе белорусско-европейские отношения имеют достаточно неплохое будущее. Мне кажется, что эти выборы пройдут спокойнее, чем предыдущие, и не увенчаются всякого рода эксцессами, которые имели место 19 декабря 2010 года. Мне также кажется, что вот этот лозунг белорусской стабильности перестал быть просто пропагандистским жупелом или клише. Стабильность воспринимается многими белорусами, которые хорошо знают о событиях в близлежащей Украине, как нечто животрепещущее, как нечто более важное для них, чем что бы то ни было. Стабильность и мир превышают по своей значимости даже трудоустройство и состояние экономики. Как известно, сейчас имеет место экономический спад. Несмотря на это, рейтинг действующего президента растет согласно независимым опросам, зачастую проводящимся на деньги западных структур. Это было мнение Григория Офи, профессора Редфордского университета США. Ну, не зря он слывет одним из лучших зарубежных экспертов по Беларуси. Мы видим, практически все его предсказания сбываются. Отношение Беларуси с Западом, с Большим Западом, Европейским Союзом, США. Мы ожидаем снятия санкций в ближайшее время, те, которые действуют против Беларуси. Насколько изменилась позиция Запада в отношении Беларуси? Вопрос, прежде всего, нашим политологам. Ну, начнем мы с Алексея Дермонта. Ваша позиция. Да. Ну, безусловно, надо отметить улучшение общей фон. Улучшается отношение нас с Западом. Очевидно, что коллективный Запад высоко оценил ту роль, которую Беларусь сыграла, прежде всего, в миротворческом процессе на Украине. И вообще, внешнеполитическое позиционирование Беларуси как никогда удачно было выбрано руководством страны. То есть, Запад понимает, что иметь нестабильную или непредсказуемую страну у границ в такой ситуации, это будет очень дорого стоить. И ситуация и с беженцами, и с возможной эскалацией на Украине. Все это требует некого надежного партнера, который может обеспечить безопасность на периферии, например, Европейского Союза. Но эта тенденция продолжится после выборов? Ваши ожидания? Я думаю, что продолжится, но при этом всем я хотел бы отметить тот факт, что Беларусь все-таки имеет свои ценности. Поскольку всегда западные партнеры говорят, что да, прагматика, да, экономика, мы можем тут двигаться, но есть ценности, которые не ставятся под сомнение. Дело в том, что в Беларуси тоже есть эти самые ценности, и мы не будем ставить под вопрос какие-то очень важные стратегические моменты для нас. Цивилизационный выбор, наши ценности, наше наследие, которое нам досталось от Советского Союза, это под вопрос не ставится. Союз России, насколько я понимаю. Конечно, я имею под цивилизационным выбором именно Союз России и Евразийский Союз. Антон Болточка, представитель либерального клуба. Насколько я понимаю, может быть несколько иной взгляд, или здесь вы сходите с Алексеем? Мне тяжело говорить по именно этому направлению, потому что я больше занимаюсь темой экономики, и поэтому оценивать те взаимоотношения с Европейским Союзом, которые есть сейчас, и те, которые в перспективе будут, мне будет очень тяжело. Хорошо, но экономические наши отношения, если будут сняты санкции, это же создаст некие новые условия, в том числе для притока инвестиций, технологий. Да, я вас понимаю, в момент, когда санкции были впервые введены, мы провели мини-исследование в либеральном клубе, где решили посмотреть, как это повлияло на экономические показатели. И на самом деле за первые где-то года 2-3 на экономические показатели политические санкции практически не повлияли. То есть по своей сути политика политика, а деньги границ не имели. То есть ничего не изменится, вы считаете? Судя по всему, здесь менять необходимо больше климат для того, чтобы сюда приходили инвестиции. Здесь необходимо работать... Нужны внутренние реформы, внутренние перемены. Да, и позиции наших политологов, Севал Шимов. Создалось ощущение, что это улучшение отношений Беларуси с Западом, оно и повлияло на слабость позиции радикальной оппозиции, извините, за некую тавтологию, просто денег не дали. Ну я, честно говоря, не верю в какое-то принципиальное улучшение отношений. Единственное, что действительно факторы такие неблагоприятные внутри западного мира, того же Европейского Союза, это и ситуация с беженцами, это и, в общем-то, тот кризис на Украине, который, безусловно, во многом спровоцировала позиция Запада и привела его в тупик, она просто привела действительно к меньшей радикализации позиции Запада в отношении Беларуси. То есть, на мой взгляд, Запад в данном случае заинтересован в том, чтобы просто заморозить позицию положения в нашей стране, ну вот на том уровне, на каком оно есть. Но говорить о каком-то принципиальном потеплении, улучшении я бы не стал, потому что позиция Запада, она, в общем-то, в значительной степени, на самом деле, иррациональная. Она строится действительно на определенных ценностях, на определенных стереотипах, на определенных фобиях, поэтому, на мой взгляд... Здесь у нас мнения несколько разошлись. Александр Шпаковский, политолог, актуальная концепция, проект «Цитадель». Да, спасибо. Значит, ну, солидизируясь в чем-то с коллегой, хочу тоже немножко это бравурное настроение разбавить. Друзья, бойтесь донайцев дары приносящих, на самом деле. Вот. Есть два контекста – оценки наших выборов и геополитической ситуации вокруг Беларуси. Это контекст правовой и контекст политический. Если говорить о правовом контексте, значит, наши выборы полностью соответствуют принятым сейчас международным стандартам и нормам международного права. Та критика, которая в отношении их звучит, там, например, большой процент явки на досрочном голосовании – это ерунда, потому что в ряде государств, значит, субъектность которых не подвергается сомнению международными акторами, например, Швейцария, Финляндия – это очень развитые государства с хорошим образом. Значит, процент проголосовавших досрочно гораздо выше. В Финляндии на прошлых выборах это было порядка 40%, а в Швейцарии вообще по почте голосуют иногда до 90% граждан. Значит, поэтому в правовом контексте, значит, выборы, значит, должны быть признаны, если не вмешается политика. Соответственно, должны быть отменены санкции. Это порочная практика. А вы, как же, дайте, будут признаны, не будут? Да, я же сказал, если не вмешается политика. Она всегда вмешается, это и есть политика, выборы – это политика. Вообще грамотно со стороны Запада будет наши выборы признать. Но есть определенная негативная инерция, и есть некоторые силы в западных государствах, которые уже очень сильно вложились в то, чтобы 20 лет рассказывать про Беларусь, значит, разные плохие сказки. Поэтому подождем, так сказать, до понедельника. Понедельник уже наступает практически. Я все же убежден, что выборы в той или иной степени будут признаны. Возможно, с какими-то оговорками. Так, будут признаны. Это с оговорками. Будут признаны, но не так, как мы этого ожидаем. То есть мы ожидаем безоговорочного признания. Понятно, понятно, не так много времени. И позиция Юрия Шевцова, известного нашего политолога, специалиста в том числе по белорусско-европейским отношениям. Будут признаны выборы, не будут признаны и развитие отношений с Западом. Будут признаны, если форс-мажоры сейчас не произойдет. То есть полностью признаны, вы считаете? Да. Но санкции до конца не снимут. Слишком большая инерция идет по этой теме. И у нас Союз России странно будет, если полностью снимут санкции. Но какая-то часть будет снята. Насколько я понимаю, они будут заморожены на некоторое время. Я думаю, мы с вами не предугадаем изощренность европейской. Не, мы не угадываем. Была просто утечка из европейских структур о том, что этот вопрос обсуждался. Временные заморозки санкций. Если, как вы сказали, не будет никакого форс-мажора на выборах. Я читал эту утечку. Я просто ничего не могу об этом сказать. То есть, тогда может быть Сергей Кизима, доктор политических наук, который тоже внимательно изучает этот вопрос. Если можно, Сергей Анатольевич, передать микрофон, ваши отношения. Евросоюзу, в принципе, невыгодно полностью признавать, безоговорочно отменять все санкции. Тогда исчезают инструменты давления. Не в правилах Евросоюза убирать собственные возможности по давлению. В правилах Евросоюза, на самом деле, конечно же, всегда иметь что-то, либо в действии, либо про запас, чем можно надавить, для того, чтобы исправить, как они считают, те или иные аспекты внутривненешней политики своего контрагента, выгодную для себя сторону. То есть, в этом, с моего точки зрения, Евросоюз не уйдет. Сначала достаточно оптимистично выступил Алексей Дермант. Я хочу спросить у депутата парламента Валентина Леоненко и дать слово, а затем Николай Ачергенцу, да, Валентина Степановна. Я абсолютно солидарна с коллегами и экспертами. Дело в том, что это не в правилах европейской политики признавать свои ошибки, что когда-то ошибочно были приняты санкции. И поэтому, действительно, нашу страну будут как, ну, такого исправляющегося ученика. Да, будут, конечно, потихоньку что-то снимут. Три фамилии, может быть, вычеркнуты из списка санкционного. Но чтобы окончательно снять этот вопрос с повестки дня, этого не будет. Да, Николай Иванович Регенец. Напомню, что Николай Иванович не только председатель Союза писательного, человек с большим международным опытом, который возглавлял комиссию Международного Совета Республики. Николай Иванович. Вы знаете, итоги этих плюборов наверняка ждали и в Европе. Им надо было, в конце концов, принимать какое-то решение в отношении Беларуси, потому что они убедились. Стабильность не разрушишь в этой стране, руководство не изменишь, и дружбу с Россией не прервешь, а Беларусь все больше и больше играет значение, по крайней мере, в Европе. Я уверен в том, что будут сделаны выводы из этого, давайте прямо скажем, будут внесены какие-то коррекции в позиции Запада и в его политике в отношении Беларуси. Почему? Там прекрасно понимают, что Беларусь может выступить с целым рядом инициатив, направленных на укрепление положения в Европе. С целым рядом. На опыте Украины она доказала, что она способна. И я думаю, что они, делая эти шаги, наверняка же ждут от Беларуси своеобразных шагов по решению вот этих, я бы сказал, сложнейших проблем, возникших на территории Европы. Это и Украина, это и беженцы. Беларусь как-то посредник такой мост. Да, и я думаю, что у нас как раз есть такая возможность. Дмитрий Николаевич, спасибо. У нас присутствуют представители стран Европейского Союза, господин Бахмайер. Ваши отношения? Как Запад будет смотреть на наши выборы? Какими глазами? Запад сам в большом кризисе. Европейский Союз в кризисе. Ну, Беларусь стабильная страна, и поэтому Европейский Союз хочет отношения, признают выборы или нет, может быть, с уговорками, но они хотят отношения, экономические связи. Один пример, моя страна Австрия, австрийский министр иностранных дел был в мае в Минске, и наш федеральный президент, Хэнц Фишер, встретится с президентом Лукашенко в Нью-Йорке, и Австрия хочет снимать санкции с Беларуси и с Россией. Да, действительно, фактически. Может быть, неформально в Брусселе, но... Понятно, и позиция господина Ханса Питера Майера. Как вы считаете, какие оценки будут даны, по крайней мере, Европейским Союзам, а США мы пока не говорим? Я хочу сказать, что в моменте не только Европа, но и в целом, 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 в целом сta��, в са bitches coffee객 Thirans, в целом, в целом, в целом, в~~~~ И вот выборы, которые состоялись в Беларуси, они, конечно, получат соответствующую оценку, должную оценку, с учетом того, как они были проведены со стороны Европы и других стран. Мы имеем в виду с большей ситуации, на территории Европы и Россия, как в Беларуси, как в Беларуси, не велика Европы. И мы сделали, что уже в Валере, что в Беларуси и велика Света и велика Европы, как в Беларуси, не велика Европы, но велика Европы. Я согласен с предыдущим Ратером, который сказал, что в данный момент Европейский Союз испытывает большое напряжение. Если говорить о швейцарском регионе, то Швейцария является как бы островком Европы, который не является членом Евросоюза. С другой стороны, Белоруссия не является тоже членом Евросоюза, так он у нас как бы островок белорусский и островок швейцарский. Они испытывают взаимные симпатии. То есть, насколько можно судить, оценки будут зависеть от геополитических раскладов, а не от конкретной процедуры. И я бы хотел еще обратиться, международный фактор достаточно понятен, точнее многое непонятно, что-то смутно, что-то ясно, скажем так. Если оценивать в целом, исходя из слов наших экспертов, обратиться к человеку в погонах, к Марине Поповой, начальнику отдела прокуратуры Республики Беларусь. Прокуратура это тот орган, и ваш отдел в частности, который следит за соблюдением прав граждан. Многие говорят, что прокуратура это главный правозащитный орган нашей страны. Как вы оцениваете законность хода выборов? Были ли какие-то обращения, жалобы? И вы в надзорном порядке их рассматривали, может быть? Конечно, мы также считаем, что прокуратура является одним из наиболее важных органов правозащитных. В наши полномочия входят и обязанности, входит надзор за соблюдением законности. И в ходе избирательной кампании, безусловно, это надзор за соблюдением прав граждан на свободное воле заявления. Но были какие-то жалобы конкретные? Безусловно, за период избирательной кампании в органы прокуратуры поступило 69 обращений, касающихся процесса избирательного. Третья часть, можно сказать, касалась... Все вопросы касались избирательной кампании. Треть этих обращений подавалось от наблюдателей. Некоторые обращения были от членов инициативных групп по сбору подписей. Ну, а остальная часть подавались обращения непосредственно гражданам. По результатам их рассмотрения, только одно обращение было признано обоснованным. Это говорит о том, что избирательная кампания проводилась в рамках законодательства. И все необходимые этапы были выполнены, вся работа выполнялась исключительно в рамках законодательства. Было ощущение, что наши органы на некоторые действия, ну и не кандидатов, а отдельных политиков, где-то смотрят сквозь пальцы. Я напомню высказывание Александра Лукашенко, которое прозвучало. В 20.00 заканчиваются выборы, давайте будем учиться жить по закону. Насколько я помню, да, Тенгиз президент же так у нас заявил. Поэтому есть оценки, что эта кампания прошла даже чрезмерно либерально. И многие действия где-то власть закрывала на них глаза. У вас нет, Марина, такого ощущения? Такого ощущения у нас нет. Всем действиям должностных лиц, граждан давалась права оценка, в том числе в ходе избирательной кампании. Но те мероприятия и события, о которых вы говорите в настоящий момент, не подпадают под рамки избирательного законодательства, поскольку они уже регламентируются другим законодательством, в частности законодательством массовых мероприятий. Хорошо, будем постепенно завершать. Если нет желания у кого-то высказаться еще, предлагаю следующий. Да, Павел Георгиевич Тапузидис, пожалуйста. Тут еще в признании или не в признании есть вопрос, касающийся бизнеса. За последнее время все больше и больше иностранных компаний приходят к нам, западных. Мы нуждаемся в технологиях больше, чем нуждаемся в деньгах. Я считаю, что чем больше будет бизнес-связей, тем легче будет с признаниями политического характера. Потому что Европу в большей степени сегодня интересует все-таки бизнес. Это мое мнение. То есть экономика, прежде всего, да, Олег Гайдукевич, но я как раз хотел предложить, сейчас дать представителям двух кандидатов. Сергей Васильевич Гайдукевич ушел. Олег Гайдукевич. Я в продолжение темы международных отношений, потому что это на самом деле важный вопрос. Я немножко не согласен с коллегами, когда они сказали, что отмена или приостановка санкций не повлияет на экономическую ситуацию в отношениях с Европейским Союзом. Убежден, что приостановка, отмена санкций – это шаги навстречу Беларуси. Это должны эти шаги уже состояться. Беларусь делает очень много шагов, и мы бы хотели увидеть ответные шаги Европейского Союза. Убежден, что эти шаги повлияют в том числе на более качественные взаимоотношения между Беларусью и Европейским Союзом. И позицию еще Николая Улаховича, Николая Дмитриевич. Компания завершена. Можно ли расслабиться, или у вас начинается действительно следующий политический цикл? Компания завершена. Действительно начинается следующий политический цикл. Но я бы хотел сказать, что я непосредственно работал в сфере экономики. И могу конкретно сказать, что, конечно, сдвиги после этих выборов будут в сторону взаимоотношений в экономике и в бизнесе. Возможно, тоже появятся какие-то новые формы общения. Но я согласен больше с прагматиками. Которые говорят, что нельзя думать о том, что это сразу наступит. Я все-таки близок к тому, что важнейшим партнером для нашей экономики останется Россия. И мы будем строить взаимоотношения все дальше и более глубже. И, видимо, новые технологии и новые понимания бизнеса тоже придут оттуда. И не секрет сегодня, что российский бизнес тоже очень интересуется нашей территорией и нашими предприятиями. Поживем – увидим. Я вот такой позиции придерживаюсь. Спасибо Николаю Дмитриевичу Улаховичу. Мы будем постепенно завершать. Давайте поступим следующим образом. Сейчас мы подведем итоги телефонного голосования. И в финале я бы хотел предоставить слово отцу Федору Повному, поскольку это не просто день выборов, но в том числе и воскресный день. Но это финал. Сейчас у нас, мне подсказывают, проголосовало порядка… сколько окончательная цифра проголосовавших у нас? 66 тысяч человек. Из них порядка 79%, да? 79% проголосовали, что личность кандидата определяет их выбор. Все-таки личность. Люди ориентируются на конкретного человека. Мы задавали вопрос, что определяет вас выбор – личность кандидата, либо предвыборная программа. Спасибо нашим телезрителям. Спасибо за вашу активность. Завершается специальный выпуск ток-шоу «Дело принципа», посвященный президентским выборам. И слово для финала отцу Федору Повному. Спасибо. Вы знаете, мне думается, что сегодняшний день в нашей стране оказался не только самым ответственным для ее новейшей истории, но и, пожалуй, самым спокойным. И сегодня вновь проявилось величие и благородство нашего народа. И вот те слова, которые сказал Александр Григорьевич на акции, проходившие у храма памятника «Молитва за Беларусь», «Главное – сохранить мир, а все остальное мы сумеем сделать сами». И вы знаете, как эти слова в унисон перекликаются с тем, что некогда было произнесено преподобным Серафимом Саровским. «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». И мне хотелось бы пожелать, чтобы мы ценили мир не только вокруг нас, но и в своих душах и сердцах. А все остальное приложится нам. Да, спасибо, отец Федор, за слово пастыря. Завершается наша программа. Спасибо, что были эти несколько часов с нами. Белорусы сегодня сделали свой выбор, президентские выборы состоялись. И с этим мы можем поздравить друг друга. Встретимся на телеканале ОНТ. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...